Четыре типа женщин, которых используют мужчины. Используют как хотят, и в хвост, и в гриву, и финансово, и материально, и морально, и чувственно. Досмотрите это видео до конца, потому что если вы узнаете себя хотя бы в одном из этих четырех типов, с этим надо что-то делать, девочки. Так оставлять все нельзя, потому что и будут вами пользоваться, как той самой губкой на кухне. Моют, она потом завоняется, ее выбросят, новую принесут. Не дай бог с вами что-то такое произойдет. И не будем уходить в такие рассуждения ни о чем. Сразу начнем с первого типа женщин. Это женщины, которые входят в отношения с мужчиной через жалость к мужчине. То есть вы жалеете его, и это становится основным двигателем и стартом ваших отношений. Ну, например, вы с ним познакомились, начинаете общаться, и обнаруживаете в этом человеке какой-то сгусток проблем, несчастья, беды какой-то. И у вас возникает ощущение, что вы обязаны этому человеку помочь. Только вы, и никто другой. И вы через жалость начинаете с ним строить контакт. Где-то, возможно, даже говорите ему, ты теперь не переживай, мы же вместе. Естественно, человеку, у которого есть такая стратегия поведения, постоянно вызывать к себе жалость, он будет рад слышать такие слова. И чем это чревато для вас? Это чревато тем, что вы в этих отношениях всегда будете над таким спасателем подставлять плечо, брать на себя ответственность, принимать решения, а у него всегда все будет плохо. И, конечно, я вот таким девушкам настоятельнейшим образом рекомендую в первую очередь обратить внимание, насколько часто вы вообще пытаетесь выстроить отношения с людьми через жалость к ним. Вот есть такая категория женщин, которые через жалость с мужчиной выстраивают контакт, через жалость с подругами, через жалость с коллегами по работе. И даже не подозревают, что это бессознательная потребность психики, потому что есть такой, знаете, в треугольнике Карпмана персонаж как спасатель, у которого проблемы с значимостью собственной личности. И для того, чтобы почувствовать эту значимость, необходимо в свою жизнь как раз-таки и притянуть вот это все дерьмецо. Поэтому будьте внимательны. А мне что, теперь не поддерживать его, что ли? Ну, в смысле не поддерживать? Если это твой муж, конечно, поддерживать. Если у него временные проблемы произошли, это не то, что должна, обязана. Так же, как и он обязан тебя поддержать, потому что вы семья. А чем отличается жалость от поддержки? Ну, это две большие разницы. Когда женщина жалеет мужчину, она превращает его в инфантильного мальчика. Понимаете, что жалость подразумевает выполнение каких-то действий, которые человек может выполнить сам. А понимание мужчины в сложной ситуации, оно дает женщине возможность с пониманием отнестись к ситуации, с пониманием на нее посмотреть, с пониманием, возможно, даже поговорить об этом с мужчиной, и с пониманием понаблюдать со стороны, как он будет решать этот вопрос. Ну, конкретно, пример поддержки и пример вот... Ну, хорошо, давай, например, мы берем ситуацию. Женщина встречается с мужчиной, они только познакомились, и оказывается, что его выгнали с работы. Он поругался с руководителем, и он ему сказал, пошел отсюда, ты больше мне не нужен. И вот она начинает его жалеть. Она там говорит, что не переживай, все будет хорошо, и понеслось. То есть, она ему предлагает, значит, сайты различные сбрасывать, где можно, значит, разместить свою вакансию. Она в газету ему тычет пальчиком и говорит, смотри, какая работа, может быть, тебе это подойдет. Она начинает ему искать каких-то мотивационные статьи, психологов, психотерапевтов. Она говорит, не переживай, тебе нужно восстановиться, отдохнуть. То есть, она все делает за него, а он просто находится в состоянии грусти. Причем, многим женщинам, еще раз повторюсь, очень выгодно, чтобы он долго был в этом состоянии. То есть, чем длительнее состояние грусти у мужчины, и чем больше жалости она к нему проявляет, тем больше и длительнее он зависит от нее. То есть, ей важно даже не столько помочь мужчине, а сколько вогнать его в состояние зависимости. И они начинают друг друга просто удовлетворять. Он удовлетворяет свою безответственность, потому что он ничего не хочет делать. А она удовлетворяет свою недостающую значимость. И проблема в том, что она всю жизнь будет использована. Она не будет женщиной. А вот женщина, которая с пониманием относится к проблеме, она мужчине скажет в такой ситуации, я в тебя верю, ты сильный, я тебя люблю. Пусть она ее еще не любит, если отношения только начинаются. И позволит этому человеку решать свои вопросы самостоятельно. Где-то его, возможно, мотивируя и подбадривая и женской энергии, и сексуальной энергии, но не энергии мамочки. Более подробно о синдроме спасателя, который присутствует у миллионов женщин, я говорю на своей бесплатной программе, международной. Я такая одна, удобная или уникальная. Под этим видео есть ссылка, вы можете по ней перейти, зарегистрироваться и из любой точки мира, еще раз повторюсь, безоплатно принять участие. Я там подробнейшим образом рассказываю, как формируется эта позиция спасателя, какие есть вторичные выгоды, какие есть стратегии поведения, чем это опасно для женщины, и что необходимо сделать для того, чтобы перестать быть спасателем, и вообще вот с этой частью личности быть вроде бы в контакте, но не чтобы она управляла вами, а чтобы вы управляли ей. Поэтому регистрируйтесь и меняйте свою жизнь, чтобы никто вами никогда не пользовался. Второй тип женщин, которыми постоянно пользуются мужчины, это женщины, которые в отношениях все время на что-то обижаются. Вот они демонстрируют вот такую позицию незрелую, а эта обида – это вообще незрелая позиция, и вообще неестественное состояние для человека. Она формируется в результате чего? В результате нарушенных границ личного пространства, которые женщина по какой-то причине не умеет отстаивать. Вот почему не умеет? Возможно, эта проблема еще тянется из детско-родительских отношений, а может быть, это результат прошлых отношений, а может быть, еще какой-то обнаружится какая-то причина и проблема. Но в любом случае, вот границ нет, нарушили, отстоять не могу, механизмов психологической защиты не наработано, значит, мне нужно пообижаться. И обида становится чем? Первое – это, естественно, средство манипуляции, то есть через обиду женщина пытается к себе мужчину привлечь, вызвать у него чувства, возможно, вызвать у него какую-то тактильность, чтобы он в любви признался и так далее. У меня совсем скоро выйдет видео о том, как мужчины манипулируют женщинами, поэтому для того, чтобы не пропустить его, нажмите на колокольчик, чтобы вам пришло напоминание, и, конечно же, подпишитесь на мой канал. Без этого вообще в современном мире, увы, никак. Без моего канала, я имею в виду. Чем выгодно мужчине это состояние? Манипуляция через обиду? Или вообще состояние обиженной женщины? Состояние обиженной женщины чем выгодно? Да, много выгод может быть. Ну, смотри, во-первых, когда женщина постоянно обижается, она очень легко читаема мужчиной. То есть он ее, в принципе, знает и понимает, на что нужно надавить, что сказать для того, чтобы ее ввести в состояние обиды. И вот, например, он решил поехать куда-нибудь отдохнуть с друзьями. Или, ну, возможно, и так, да. Не, ну, если он ей сразу скажет, что я еду с другой женщиной отдыхать, понятно, она сразу обидится. А если он скажет, что он едет с друзьями, например, а сам поехал с женщиной, то она тоже может обидеться, потому что придумает какую-то историю, что вот мы с тобой три дня уже никуда не ходим или неделю. А он для себя время высвобождает таким образом. То есть женщина, которая постоянно обижается, ей не то чтобы легко манипулировать и использовать ее. Она, знаешь, как вот... Вот у меня есть собака дома. Две. Три даже. И у каждой из них, ну, я просто считаю, которая в квартире живет и за городом. Вот. И вот, например, я знаю, что у меня есть этот маленький шпиц. Я знаю, что он любит пожрать. И как с ним легко можно взаимодействовать. Что ему подбросить? Какую вкусняшку, чтобы он там попрыгал перед тобой, походил тебя, пооблизывал. Вот. Есть буч большой собака. Вот. У него там свои какие-то предпочтения. Есть еще один маленький там ботик. У него свои. Также вот... И я-то уже знаю все это. У меня для каждой из этих собак есть лакомство свое. И так же и у мужчины. Он использует эту женщину, понимая, какие ей лакомства нужны. И каким это образом происходит. Например, он обнаруживает, что женщина обижается на него чаще всего, когда он, например, в компании с друзьями забывает о том, что она там тоже есть. Ну, бывают такие мужчины. Значит, он увлекся общением с друзьями, и она там сидит себе и сама по себе, в общем, и с другими девушками. Он даже за вечерки ни разу не подойдет. Он это выхватил. Он понимает, что это одна из самых частых обид. Потом он, например, определил, что следующая по степени проявленности это обида за то, что, значит, он ей не звонит в течение дня. Она на него обижается потом. И вот он вычисляет по определенной, значит, оценочной такой лестничке, на какие обиды она больше всего реагирует. И начинает через удовлетворение вот этих потребностей манипулировать ей. Ну, например, вот он весь вечер от нее не отходит, представляешь? Вот ему нужно что-то получить, допустим, от нее. И он весь вечер не с друзьями, а вроде бы с друзьями, но в большей степени с ней. Хорошая моя, девочка моя, любимая. Косечка, ты покушала. Может, тебе морковочку. Может, тебе сельдереевый фрешик. Может, тебе то. А она же этого хотела. Она понимает, что, господи, а женщины сами по себе такие создания благодарные. Понимаешь? То есть ты начинаешь ее удовлетворять, и у нее естественный позыв такой дать что-то взамен. И, конечно, ей легко управлять. Он ее подсаживает вот на эти качели. Потом, например, звонит ей в течение дня. Рай вообще не звонит, а тут начал звонить ей по пять раз. Привет, ну как твои дела? А сегодня весь день думала, типа, а она вообще кайф такой у нее. То есть он может ее и провалить в эмоциональное состояние, а может оттуда вытащить. Это очень опасно. И поэтому женщине важно в отношениях формировать зрелую позицию. Я, возможно, это будет как бы лишним для этого видео, но я все равно повторю. Вот по поводу зрелой личности у меня тоже на курсе есть. Я часто женщинам рассказываю о том, что вообще входить в отношения, будучи незрелой женщиной, я не имею в виду биологический возраст, а психологический. Вообще противопоказано. Этими женщинами всегда пользуются, манипулируют, управляют, они вечно страдают и мучаются. Поэтому, девочки, давайте под этим видео ссылкой переходите по ней и становитесь зрелыми и готовыми к отношениям. Третий тип женщины, которую используют мужчины, это женщины, которым нравится, что их мужчина ревнует их. И сначала нравится, конечно. Но хотя есть категория женщин, которым это нравится всегда. И вот мы сейчас об этом поговорим. Женщина, которая входит в отношения с партнером и основным показательным камертоном его вовлеченности в ее жизнь и любви определяет ревность. Она, в принципе, не знает, что такое любовь. Потому что ревность, особенно необоснованная ревность, это такое болезненное состояние, с которым нужно идти в психотерапию. А если туда не пойти, то, естественно, это состояние может нарастать, превратиться вообще в патологическое, навязчивое какое-то и привести к серьезным проблемам с психикой. Но что такие женщины делают? Они первое время кайфуют, что мужчина появился, он заботится, они ревнуют постоянно. Они так определяют свою значимость. Со временем, как правило, вот такая ревность, она вызвана и гормональным фоном. Потому что, когда период влюбленности начинается, то ревнивец, он, безусловно, будет усиливать проявление ревности. Потом постепенно, когда гормональный фон восстанавливается, он уже привыкает, вы адаптируетесь друг к другу, и ревность уходит на нет. И женщине становится невыгодной эта история. И она начинает, возможно, даже где-то искусственно вызывать эту ревность. И такой женщины, в принципе, управлять очень легко. И мужчины, которые понимают, что женщина заинтересована в их ревности, они также могут входить с ними в отношения через различные формы манипуляций. Ну, например, женщина, мужчина там женщине устроил чуть ли не истерику и скандал, что вот, значит, ты там такая сякая, одеваешься откровенно, я переживаю, на тебя другие мужики смотрят. И она вроде бы с одной стороны рада и довольна, что, слава богу, он там боится меня потерять. А на самом деле это вообще может быть маскировка. Он говорит одно, а сам ходит, шляется и трахает, кого он хочет и занимается своими делами. А вас держат просто на поводке. Это такая форма манипуляции. Ревновать женщину. Следующий очень важный момент это вызывать у нее чувство вины. Потому что женщина, у которой есть чувство вины, она, естественно, превращается в такую угодницу. То есть она без вины виновата. Она ему не изменяет, она и не планировала этого делать, ни с кем она не флиртует, но он ее загоняет в состояние, когда она понимает, что что-то она не так сделала. Может быть, действительно одевается слишком откровенно. Может быть, она действительно как-то смотрит на других мужчин чересчур откровенно. Улыбается им как-то не так. В компании себя плохо ведет. Вот. И, конечно, женщина доказывает ему. То есть, понимаете, с одной стороны он ревнивец, а с другой стороны он не уверен. Вот если у вас был такой мужик ревнивый, который вызывал у вас чувство вины, поставьте лайк этому видео. Четвертый тип женщины, которые будут всегда пользоваться мужчинами. Причем будут юзать ее, как они захотят. На самом деле, этот тип женщин, он из всех типов женщин самый уязвимый. Настолько уязвимый, что если женщина из этого состояния не выйдет, она, в принципе, счастливой не будет никогда. Я не думаю, что кто-то из вас хочет быть постоянно в состоянии грусти и печали. Так вот, этот тип женщин, это женщины, которые входят в отношения из состояния одиночества своего. Ими не то, чтобы просто манипулировать. Их можно уничтожать. Женщина в состоянии внутреннего одиночества испытывает повышенную потребность обладать партнером. И она входит в отношения опустошенной и начинает выбирать из этих отношений только что то, что важно для нее. Но чтобы получить то, что важно для нее, она готова страдать, мучиться, унижаться, быть подавленной, обесцененной. Основная задача какая? Есть у меня партнер, и это самое важное. Плохой он, хороший, не имеет никакого значения. И мужчины, которые находятся с такими женщинами, они, естественно, считывают это поле одиночества. Я приведу очень простой пример. Ко мне приходит девушка и говорит, у меня муж изменил мне, наверное, урожай раз там хер его знает сколько, раз 30. Это то, что я знаю. Вот он постоянно изменяет и изменяет. И я каждый раз собираю чемодан и уходить от него собираюсь. Он встает на колени, значит, и говорит, прости, я все понял, я больше никогда так не буду. И так он 30 раз уже остановился на колени. Как на него повлиять? Никак. Вот никак не повлиять. Если бы он уже сделал в очередной раз что-то подобное, просто развернуться и уйти. Но она же разворачивается и уходит не потому, что она хотела уйти, а для того, чтобы просто в очередной раз услышать от него, что она какая-то удивительная, что он все понял, что он без нее жить не может, ну прости, дай мне еще один шанс. А мужчина, он продолжает себя так вести и будет себя так вести, потому что женщина, которой можно изменять, будут изменять. Женщине, которую можно бить, ее всегда будут бить. И вы должны понять это. А почему так женщины ведут себя? Потому что их мужчина, вот вне зависимости от того, что он может быть даже отморожен на всю голову, он для них в какой-то степени их опора. А так как у них внутренней опоры у самих нет, она и опирается на этого человека. Вот женщина в зрелой самооценке, у которой все в порядке с границами, которая в полной мере осознает себя как личность, идентифицирует как личность, она будет ориентироваться на свои ценности и вот в случае вот таких стрессовых ситуаций, она что сделает? Она просто-напросто развернется и уйдет. Она не будет терпеть. А женщина, которая боится одиночества, она будет терпеть все. И она будет прикрываться детьми, у меня дети, она будет говорить мне некуда идти, она будет говорить у меня нет денег, она будет говорить у меня особая ситуация, она будет рассказывать о том, что ей его жалко, а вдруг я больше никого никогда не найду, а кому я такая нужна? Она придумывает любую отговорку, чтобы только не выбраться вот из этого деструктивного сценария жизненного. И, между прочим, с такими женщинами даже на уровне терапии, когда взаимодействуешь, ты обнаруживаешь, что не все готовы к трансформации. У кого-то начинает агрессия даже на психотерапевта подниматься, потому что он, видите ли, ломает ее сценарии жизненные. И даже, ну пусть не прямо рекомендуют, конечно, советов мы там не раздаем никому на сессиях, но в любом случае вас наталкиваем на такие выводы. И не всегда к таким выводам женщина вообще готова. Субтитры создавал DimaTorzok